И так, друзья мои, я рада приветствовать вас на четвертой части мастер-класса по созданию символа 2018 года собачки. Мы с вами закончили на том, что у нас стихолочка, точнее ниточка, выходит с вот этой вот бисеринки. И сейчас мы будем делать лапку для нашего собачанка. Для этого ряд идет у нас на расширение. Мы набираем одну бисеринку коричневую и одну бисеринку бежевую. И проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой, так как мы с вами, в принципе, уже это делали не единожды. И подтягиваем. Дальше. В этом ряду у нас идет еще три бисеринки бежевых. Всего их должно быть четыре. То есть, сейчас мы набираем вторая бежевая. Третья. Ой, две набралось. И четвертая бежевая. Дальше у нас идет четыре светлых. Первая. Ой, это белая. Первая. Вторая. Третья. И четвертая. И четвертая. Первая. 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 И вторая. Затем две бисеринки светлых. Первая. И четвертая. Вторая. Вторая. Затем три бисеринки бежевых. Первая. Вторая. Третья. Третья. Затем одна бисеринка коричневая. Этот ряд завершен. Поворачиваем работу и приступаем к следующему ряду. Набираем одну бисеринку коричневую и проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой. Проходим иголочкой через вот эту коричневую бисеринку, которую только что набрали. Дальше у нас идет пять бисеринок бежевых. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Затем 1 коричневая, 1 бежевая, 3 светлых, 1, 2, ой, ай, я еще и запуталась, ну, 3, 4, затем 5 бисеринок бежевых, 1, 2, 2, 3, 4, 4, и 5 бисеринка бежевая, подтягиваем. Дальше 1 бисеринка коричневая, проходим иголочкой через коричневую, подтягиваем и проходим иголкой через вот эту коричневую бисеринку. Поворачиваем, приступаем к работе над следующим рядом, следующий ряд у нас снова идет на увеличение, поэтому мы набираем одну бисеринку коричневую и одну бежевую, проходим иголочкой между первыми двумя бисеринками пары. У меня узелочек на ниточке завязался, поэтому не особо удобно, но заканчивать ее я не хочу преждевременно. Возвращаемся через вот эту бежевую бисеринку. Затем у нас идет одна бисеринка светлая, подтягиваем, пришиваем ее. Ниточку подтяну еще. Дальше у нас идет 4 бисеринки бежевых, первая. Вторая, вторая, третья, четвертая. Дальше 2 бисеринки светлых, первая. И вторая, светлая. Затем 2 бежевых, первая. И вторая. И вторая. Затем 1 коричневая. Дальше 1 бежевая. 2 коричневых, первая. Ай-яй-яй. Вот бывает такое. Вторая коричневая. Проходим иголочкой между следующей парой и выходим с нее же. Подтягиваем. Дальше у нас идут 2 светлых бисеринки. Первая. Светлая. И вторая. Затем, наш ряд идет на убавление. Но на убавление он идет не с этой бисеринки, а с вот этой второй. Значит, тут мы проходим иголочкой через коричневую. Подтягиваем. И выходим с вот этих вот двух бисеринок. Надеюсь, вам сейчас хорошо это видно. Подтягиваем. Далее у нас идет 1 бисеринка бежевая. Пришиваем ее. Я поверну сейчас работу, так как мне так не особо удобно. Поворачиваем. 1 бисеринка бежевая. 1 светлая. 1 бисеринка бежевая. 1 бисеринка бежевая. Вот так вот. Затем у нас идет 3 бисеринки коричневых. Первая. Вторая. Третья. Затем 1 бисеринка бежевая. 1 бисеринка светлая. 2 бисеринка бежевая. 1 бисеринка бежевая. 1 бисеринка. 2 бисеринки. 2 бисеринка светлая. Третья, четвертая. Затем две бисеринки светлых, первая и вторая светлая. И последняя бисеринка у нас идет коричневая. Следующий ряд у нас идет на добавление. Дальше, я сейчас подтяну, набираем одну бисеринку коричневую и одну бисеринку бежевую. И проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой. Возвращаемся через бежевую. Затем у нас одна бисеринка светлая. Дальше, одна бежевая. Затем одна коричневая. Две бисеринки бежевых. Первая. И вторая бежевая. Затем четыре бисеринки коричневых. Первая. Вторая. Третья. И четвертая. Следующий ряд у нас снова идет на убывание. На убавление тут как сказать. Тут у нас должно быть шесть бисеринок коричневых. И от на убавление, значит мы набираем одну бисеринку. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Четвертая. Пятая. шестая затем одна бежевая одна светлая одна коричневая и одна бежевая дальше следующий ряд снова идет на убавление но поскольку у меня заканчивается ниточка я ее сейчас заделаю и мы с вами продолжим дальше я повернула работу набираю одну бисеринку коричневую и прохожу иголочкой между первой и второй бисеринками возвращаюсь через нее же затем у нас идет две бисеринки светлых первая и вторая и вторая и вторая и третья затем одна коричневая бисеринка подтягиваем подтягиваем поворачиваем работу и приступаем к следующему ряду следующий ряд у нас идет две бисеринки одна бисеринка бежевая одна бисеринка светлая одна коричневая и одна бежевая затем поворачиваем работу это у нас завершающий ряд будет поворачиваем работу набираем одну коричневую затем одну светлую и одну бежевую затем проходим иголочкой через вот эту бисеринку вот эту бежевую коричневую вот эту коричневую и вот эту бежевую подтягиваем нить выходим иголочкой теперь с вот этой соседней бежевой проходим через следующую бежевую и через две коричневых подтягиваем поворачиваем вот так вот работу набираем одну бисеринку бежевую одну коричневую одну коричневую и одну бежевую поворачиваем поворачиваем одна бисеринка коричневая затем одна бисеринка бежевая вот, друзья мои, что у нас с вами должно было получиться лапка с одной стороны уже закончена и сейчас мы с вами приступим к работе над ушком и полностью закончим вот эту вот сторону для этого нам необходимо заделать ниточку как заделывается ниточка в одной из предыдущих частей я вам уже показывала поэтому повторять этого не буду заделываем ниточку и дальше продолжаем вместе итак, друзья, нам необходимо вывести ниточку с вот этой вот второй коричневой бисеринки вот она у меня и после этого мы с вами продолжаем плетение набираем одну бисеринку коричневую проходим между коричневой и бежевой всего у нас с вами сейчас должно быть четыре бисеринки коричневых первую мы уже набрали далее вторая третья и четвертая пятая refень затем одна бисеринка вежевая дальше две коричневых первая и вторая затем две бисеринки бежевых первая и вторая затем одна голубая далее одна белая и одна голубая затем три красных первая вторая третья затем две алых первая и вторая и одна бисеринка красная поворачиваем работу и приступаем к следующему ряду следующий ряд у нас идет на убывание и начинается с одной красной бисеринки проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой пары подтягиваем затем набираем одну алую проходим между следующей парой дальше четыре бисеринки красных первая вторая вторая третья и четвертая и четвертая и четвертая четвертая затем одна бисеринка синяя точнее голубая одна белая и одна голубая и одна голубая в следующем и четвертая и четвертая затем одна светлая 2 бежевых первая и вторая затем шесть коричневых первая вторая третья четвертая пятая и последняя шестая проходим иголочкой через нижнюю бисеринку предыдущего ряда и возвращаемся через ту, которую только что набрали подтягиваем и переходим к работе над следующим рядом следующий ряд у нас идет на увеличение я поверну работу вот так, чтобы мне было удобнее а это значит, если он идет на увеличение, то нам нужно набрать две бисеринки коричневого цвета проходим иголочкой между первой и второй и возвращаемся через вторую бисеринку затем у нас идет еще одна коричневая бисеринка возвращаемся через нее дальше у нас идет три бисеринки бежевых первая вторая третья затем три бисеринки светлых первая вторая вторая и третья затем две бисеринки голубых первая и вторая дальше дальше 7 бисеринок красных обычных первая вторая и четвертая и четвертая четвертая пятая шестая и последняя седьмая закончили мы работу над этим рядом и переходим к работе над следующим ряд у нас идет на оба линии сейчас у нас должно быть 7 бисеринок красных начинаем с первой 1 2 3 4 5 6 и последняя красная седьмая затем две бисеринки голубых первая и вторая вторая затем пять бисеринок светлых первая четвертая 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 четвертое четвертая четвертая на первом вторая и две бисеринки коричневых первая и вторая вторую мы проходим через вот эту первую из предыдущего ряда затем возвращаемся обратно подтягиваем вот, друзья, что у нас с вами получается мы с вами переходим к работе над следующим рядом который у нас идет на убавление и также начинается с коричневой бисеринки набираем одну коричневую и проходим иголочкой между первой парой возвращаемся обратно через нее затем у нас идет одна бисеринка бежевая дальше шесть бисеринок светлых первая вторая третья третья четвертая пятая 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 и шестая первая пятая четвертая Затем 7 бисеринок красных. Первая, вторая, третья, четвертая, четвертая. Пятая, четвертая, четвертая, четвертая. Закончили мы работу над этим рядом и переходим к работе над следующим. Смотрите, друзья, нам необходимо выйти иголочкой с вот этой вот второй красной. Значит, через вот эту мы проходим иголочкой и через вот эти две также подтягиваем. Поворачиваем работу. В этом ряду у нас идет 5 бисеринок красных. Первая, вторая, третья. Четвертая, четвертая. И пятая. К красным бисеркам мы еще вернемся. А сейчас мы должны выйти иголочкой с первой вот этой вот бежевой бисеринкой. Точнее, светлой бисеринкой. Для этого мы проходим через красную и голубую. Затем через вторую, затем через вторую, подтягиваем и выходим иголочкой, проходим через вот эти три светлых и выходим с той бисеринки, которая нам необходима. И продолжаем наш ряд. Тут у нас должно быть 5 бисеринок светлых. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. И пятая. Затем одна бежевая. И одна коричневая. Закончили мы работу над третьим рядом и приступаем к следующему. Поворачиваем работу, проходим иголочкой через вот эту вот бисеринку коричневую, затем выходим через две бисеринки бежевых. Подтягиваем. Набираем одну бисеринку коричневую, проходим между парой. Затем у нас идёт три бисеринки светлых. Первая. Вторая. И третья. Затем, как я вам и говорила, нам необходимо вернуться к вот этому вот ряду красному. Для этого мы проходим иголочкой через вот этот ряд светлый. Теперь нам нужно дойти, сейчас я вам покажу, к какой бисеринке, к вот этой вот первой бежевой. Видите, вот она у нас. Прошли, подтянули. Затем выходим иголочкой, проходим через вот эту светлую, две голубых и две красных. Если сразу через все не получается, то можно пройти вот так и дальше через две красных. Подтяиваем. Смотрите, друзья, сейчас мы с вами будем делать, я не знаю, как он, как он правильно звучит на русском, на украинском, на это говорят бомбон. Как оно на самом деле, я не знаю. Но это тот пушистый шарик, который висит на шапочке. Такое лирическое отступление. Набираем две бисеринки красных и проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой. Позвращаемся через вторую. Затем набираем одну красную и проходим между следующей парой. Дальше, друзья, будет сложновато, но это нужно будет сделать. Смотрите, проходим иголочкой через вот эту нижнюю красную. Затем возвращаемся через вот этих две красных. Подтягиваем. Поворачиваем работу. Набираем одну голубую. Проходим между бисеринками пары. Затем набираем вторую голубую. Проходим иголочкой через красную. Возвращаемся через вот эту голубую. Набираем одну голубую. Набираем одну голубую снова и проходим иголочкой снизу вверх через голубую бисеринку. Подтягиваем. Дальше я рекомендую вернуться к первоначальной бисеринке голубой. Но для этого нужно сделать хитрую. Но для этого нужно сделать хитрую манипуляцию. Выходим через вот эту голубую и красную вниз. Затем через красную и голубую поднимаемся вверх. Поворачиваем работу. Дальше набираем одну голубую и одну белую. И проходим иголочкой между следующей парой бисеринок голубых. Видите? Подтягиваем. Точнее проходим через первую. Вот эту белую и подтягиваем. Затем набираем. Я сейчас высыплю еще белых. Немножко. Набираем одну белую. Затем проходим иголочкой между вот этими голубыми бисеринками. Возвращаемся обратно через белую бисеринку. Затем у нас идет голубая бисеринка. Проходим иголочкой через вот эту голубую. Но на этом ряд не заканчивается. Проходим иголочкой через вот эту голубую, которую только что набирали. И набираем еще одну голубую. Проходим иголочкой через вот эту же бисеринку, но с другой стороны. Вот так. Дальше. Я рекомендую пройтись вот сюда. Затем сразу через голубую. Подтягиваем. Подтягиваем. Проходим через вот эту голубую и светлую белую. Возвращаемся через голубую сюда. И выходим через ту голубую, которая нам необходима. Вот что получается. Поворачиваем заново работу. И приступаем к нашему следующему ряду. Ряд идет на увеличение, поэтому набираем две голубых бисеринки. Проходим между первой и второй бисеринкой предыдущего ряда. Возвращаемся обратно через первую голубую. Затем у нас идет три бисеринки белых. Первая. Ой. Затем вторая. Да что ж такое. Вторая. И третья. Дальше. Одна голубая. Проходим через вот эту голубую. Возвращаемся через нее уже. И теперь набираем еще одну голубую. одну голубую и проходим иголочкой через вот эту же бисеринку подтягиваем затем проходим через светлую и светлую точнее белую и белую выходим иголочкой через вот эту бисеринку затем проходим через вот эту голубую и выходим с этой подтягиваем далее ряд идет на убавление набираем одну голубую и проходим между этими бисеринками между бисеринками пары возвращаемся через нее же и подтягиваем затем у нас идет 4 белых бисеринки первая вторая третья и четвертая затем две бисеринки голубых первая и вторая поворачиваем и выходим иголочкой с вот этой первой бисеринки голубой подтягиваем далее ряд идет на убавление по одной бисеринке первая голубая затем вторая голубая далее 3 бисеринки белых первая вторая и третья поворачиваем две бисеринки голубых первая голубая и вторая голубая бисеринка поворачиваем поворачиваем следующий ряд идет на убавление у нас идет по одной две бисеринки голубых первая вторая затем 3 бисеринки белых первая вторая и третья затем 1 бисеринка голубая вот так следующий ряд идет на увеличение набираем 2 бисеринки голубых первая, вторая проходим иголочкой между бисеринками пары возвращаемся обратно через вот эту первую голубую точнее вторую затем у нас идет еще одна голубая бисеринка затем идет одна белая и 2 бисеринки голубых первая голубая и 2 бисеринка затем выходим иголочкой с вот этой бисеринки и проходим через вот эти две голубых потягиваем приступаем к работе над следующим рядом он будет последний у нас тут должно быть 3 голубых бисеринки я заметила что у меня как раз он закончился набираем первая голубая вторая и третья на этом работа над нашим бомбоном будет закончена мы с вами заделываем ниточку так как я вам уже показывала в предыдущих частях как это делается сейчас я этого уже показывать не буду вы заделаете самостоятельно а на этом эта часть мастер-класса будет закончена и я приглашаю вас на просмотр в следующей части нашего мастер-класса по созданию чудесного брелочка символа 2018 года собачки подписывайтесь на мой канал и до новых встреч новых видео субтитры